На комиссии по безопасности дорожного движения рассматриваются запросы от граждан и различных организаций, которые касаются дорожной безопасности населения. Часто обращения у стюжан вложатся в основу конкретных действий и реализуются на практике, а ярким примером можно считать появление зебры у сквера Нагорный. Популярная зона отдыха горожан стала безопаснее. На подобные изменения рассчитывают и жители второй части города, но в отношении сквера Нашумилова. Безлюдная некогда территория стала местом в средоточении у стюжан всех возрастов и особенно детей. Нельзя допустить беды, считают местные жители и госавтоинспекция. На улице Шумилова мы отремонтировали участок, на дороге положили новый асфальт, где у нас находятся две детских площадки. Одна из них это где у нас волейбол, там играют баскетбол. Ребята и вторая это уже с турникетами. То есть в настоящее время, то есть из нашей практики, то есть обращение поступает в госавтоинспекцию от родителей. Необходимо снизить там скоростной режим. От ГАИ поступило предложение установить в этом районе искусственную неровность, либо возвышающийся пешеходный переход. Предложение было в целом поддержано членами комиссии и запланирован ВС на место, чтобы определиться, где рациональнее всего мотивировать водителей притормаживать. Второе обращение поступило от жителей дома номер 194А по Советскому проспекту. Они просят обратить внимание на разворотную площадку СССР и автобусную остановку. Проект организации дорожного движения, который у нас вот этот участок рисует, то есть там он достаточно схематично сделан и из него непонятно, как правильно должно быть там организована вот эта разворотная история и автобусный павильон. Сегодня он не соответствует ГОСТам, стандартам. Люди пишут, да, и пишут, наверное, справедливо о том, что не опасно с него в автобус. Торговый павильон в нарушении, да, тоже тех же стандартов располагается непосредственно на платформе автобусной, занимая большую его часть. С обновлением автопарка добавилось трудности и у ПТП. К комиссии поступило предложение осмотреть разворотную площадку лично. И уже на месте мы можем определить точки, где реально может автобус останавливаться с точки зрения безопасности для пассажиров и безопасности для транспорта, который идет в направлении в сторону города. Так что, вероятно, следующий выезд комиссии по безопасности дорожного движения будет комплексным. На обоих объектах требуется изменения ради повышения безопасности. Будем следить за развитием событий. Степан Крижановский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».